Наш город располагается на территории в 220 квадратных километров. Немало, да? Этот мегаполис относится к десятке самых больших городов мира. Население Гран-Буэнос-Айреса составляет 16, чуть более миллионов человек. И непосредственно в центре города, в столице, в капитале, проживает около 4 миллионов жителей. Что касается культурной жизни города, то она очень, я бы сказала, активная. В городе работает 98 театров. Это только в капитале. 150 картинных галерей, музеев, культурных центров. Тоже внушительная цифра. На каждой площади, на каждой улице вы наверняка видели, стоят памятники. Так вот, в капитале их более 400, среди которых два памятника нашим заотечественникам. Это памятник князю Владимиру, который крестил Русь, и памятник Тарасу Григорьевичу Шевченко. Очень приятно, да? Памятник Владимиру проезжает мимо театра Колонн. Вы его увидите. В этом году ему исполняется 100 лет. А под самой улицей, под Авенидой, находятся подсобные помещения этого театра, мастерские, музеи театра, балетная школа. Театр вмещает 3,5 тысячи зрителей. И внутри, если кто-то бывал на экскурсии, вы знаете, что оден он необыкновенно красиво. Очень красивый золотой салон, очень красивый дистебюн, зрительный зал. Если кто еще не успел там побывать, вы всегда это можете сделать. Проводятся экскурсии практически ежедневно. А вот справа от вас вы видите здание с колоннами. Это университет права, факультет права университета Буанус Айрис. И опять же справа вы видите большой-большой цветок. Это достопримечательность города, которая была подарена одним очень богатым аргентинцам, который в настоящее время проживает в Соединенных Штатах. Тем не менее, он не забывает родной город, с любовью к нему относится. Этот цветок обошелся ему в несколько миллионов долларов. Когда солнце всходит, лепестки этого цветка раскрываются. Когда солнце заходит, они закрываются. Очень интересная такая достопримечательность. Немножко об истории города. Город возник дважды. Не каждый город туда стоял. Рекуалета означает строгий монастырский устав. И действительно, вот на этом месте, как сейчас кладбище при монастыре было, и вот эта часовня, бывшая часовня, и все вот эти здания. Когда-то здесь находился монастырь Рекуалета с очень строгим уставом. И вон, вот на это здесь находится в Киеве. ПОДПИСЫВЫХАЕТ ВОДПИСЫВЫХАЕТ ПОДПИСЫВЫХАЕТ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дело в том, что это здание замысливалось, проектировалось, как самое высокое здание в мире Но пока его построили, в Нью-Йорке успели построить первый небоскреб. Это здание имеет высоту 120 метров и 30 этажей. В Нью-Йорке построили здание, которое всего на 10 метров превышает по высоте. Это здание, которое имеет 40 этажей. Поэтому было принято решение. Считать невоскребом здание, которое не менее 40 этажей. Таким образом, это здание изначально потеряло отстанность. Англия в своё время, в самом начале 19 века, во время наполеоновских войн, она дважды хорошо покушалась на территории Аркентины. То есть это был очень важный пункт. Но приписание Англии и Аркентина осталось по-моему. Вот эта пирамида была построена в честь первой годовщины Аргентинской революции. Но в начале это была обосновенная деревянная пирамида. Спустя 10 лет на деревянную пирамиду была надета вот эта каменная пирамида. Наверху статуи республики, а внизу, вокруг этой пирамиды, зарыты образцы семей всех аргентинских провинций. Знак объединения форта, которые находились на этом месте. И на месте этого старого форта возделили здание, похожее на здание Коломиальной почты и объединение. Что и было сделано. Эти два здания были объединены вот этим центральным арочным входом. Внутри здание... Продолжение следует... Продолжение следует...